Хочу передать слово его превзодейству господину Павлу Климкину, министру иностранных дел Украины. Пожалуйста, господин председатель, хочу воспользоваться этой возможностью для того, чтобы поздравить вас и поблагодарить вас за эффективное руководство работы Совета в этом месяце. Хочу поблагодарить делегацию Малайзии, которая попросила организовать это заседание, и благодарю всех членов Совета безопасности и скорбящие страны за их решительную поддержку предложения создать Международный уголовный трибунал для того, чтобы виновные в уничтожении рейса MH17 понесли ответственность. Очевидно, что на этом историческом этапе происходят события, о которых мы никогда не забудем, не только из-за большого числа вета со стороны Российской Федерации. Мы будем помнить дух единства всех стран, которые поддержали нас в наших усилиях по обеспечению правосудия. Год тому назад украинский народ был свидетелем уничтожения рейса MH17. Мы восприняли это как национальную трагедию, и именно так мы будем помнить об этой трагедии. Я до сих пор помню море цветов перед посольствами Нидерландов и Малайзии. Я помню, как сотни украинцев не расходились, оставались у стен этих посольств всю ночь. Я очень хорошо об этом помню. Когда мы услышали об этой трагедии, вначале у нас была надежда, что удастся спасти жизнь хотя бы нескольких человек. Мы готовы были сделать всё для того, чтобы поддержать группы следователей, исключить грабежи, обеспечить доступ к территории, где упал самолёт. Сегодня наш долг перед теми, кто погиб, перед семьями жертв – обеспечить правосудие, наказать тех, кто совершил этот чудовищный акт. Мы скорбим вместе с жертвами, ощущаем их болью. Вот почему мы хотим, чтобы стала известна истина об этом преступлении. Мы хотим, чтобы те, кто виновен, предстали перед открытым международным судом. Не может быть никаких причин выступать против этого, если вы сами не являетесь одним из виновных. Господин председатель, не могу не согласиться с моими друзьями и коллегами, многими министрами иностранных дел, которые выступили передо мной. В то же время хотел бы очень чётко прояснить несколько моментов. Резолюция 2166 Совета Безопасности создала обязательство для всех государств в полной мере сотрудничать в ходе расследования этой трагедии с тем, чтобы виновные предстали перед правосудием. Использование современного мощного оружия против гражданского самолёта представляет собой угрозу международной гражданской авиации и, следовательно, международному миру и безопасности в целом. Единственный эффективный путь предотвратить такие трагедии в будущем – это наказать виновных без промедления. И это вопрос, которым Совет Безопасности обязан заниматься. По главе 7 Устава ООН уровень поддержки нашего проекта резолюции чётко показал, что мы идём по правильному пути. Наша цель здесь – создать эффективный, транспарентный, непредвзятый, независимый механизм для того, чтобы виновные в этом преступлении предстали перед правосудием. Речь идёт об индивидуальной уголовной ответственности убийств. Речь не идёт здесь о политике. Вот почему мы особо разочарованы тем, что одна страна, Россия, по-прежнему смешивает эти два совершенно различных вопроса. Их ответственность за агрессию против Украины и продолжающуюся поддержку террористов, с одной стороны, и индивидуальная ответственность виновных в трагедии рейса MH17, с другой стороны, не может быть никакого другого объяснения сегодняшнему российскому вето. Роль России в этом конфликте абсолютно ясна и хорошо известна. Тысячи российских солдат, наёмников, танки, другие тяжёлые виды вооружений пересекают границу, это невозможно спрятать. Недавно ещё один российский грузовик, полный оружия и боеприпасов, был захвачен в Украине. Водителем был офицер специальных сил. Но это вопрос для других международных механизмов. И когда я смотрю сегодня на российскую делегацию, я ощущаю жалость. Неужели они надеются опровергнуть ожидания всего мира, и в особенности семей жертв? Речь идёт о поддержке тех, кто совершил это чудовищное преступление. Но мы надеемся на справедливость. По-прежнему Российская Федерация только что убила этот проект резолюции. Но это явное злоупотребление правом вето не позволит убить надежды тех, кто любил погибших, их семей, их родственников. Это лишь сделает нас сильнее, укрепит нашу решимость, создать эффективный, нет предвзятый механизм для того, чтобы восторжествовало правосудие. Я помню строчку Шекспира о поиске истины. Если вы верите в человечество, если вы верите в Бога, этот трибунал должен был быть создан, чтобы почтить 298 невинных жизней, чтобы добиться истины. Если вы боитесь истины, вы, безусловно, будете одиноки везде, в том числе здесь, в Совете Безопасности. И если вы знаете истину, это освободит вас. Это не мои слова, это слова из Священного Писания. Они являются отражением более высокой власти. Спасибо, председатель. Я благодарю.